Новосибирск 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 Наши дороги изнашиваются быстрее, чем мы их ремонтируем Или ремонт все-таки Опережает Тот показатель, о котором я сказала Что быстрее идет? Спасибо, очень хороший вопрос Есть понятие межремонтных сроков Между капитальными ремонтами Это 24 года А между ремонтами 12 лет И поэтому при нашей Сети дорог только регионального Межмуниципального значения 12700 километров нам необходимо в год порядка просто только на ремонт и на капитальный ремонт порядка 50 миллиардов рублей. Наш дорожный фонд сегодня в два раза меньше, поэтому мы, к сожалению, не ремонтируем тот объем километра дорог, который был бы необходим. Поэтому мы выбираем наиболее ключевые моменты, наиболее проблемные моменты и решаем вопросы там, где, допустим, перерывы движения школьных автобусов, это один из приоритетов, где идет движение пассажирского транспорта, где идет наибольшая интенсивность движения, где наибольшее количество пользователей. А вот, как я сказала вначале, там не то чтобы 20-17%, если говорить точнее, прирост касательно как раз-таки ремонта относительно предыдущего года. Как удалось? Это какое-то финансирование большее на этот год было запланировано? Да, это в том числе и дополнительное финансирование как из федерального бюджета, так и из регионального движения. Это в том числе и путем перераспределения с видов работ. То есть у нас меньше капиталоемких работ в виде, допустим, капитального ремонта, но больше идет работ именно по ремонту автомобильных дорог. Хорошо. Вы знаете, Ольга сегодня будет читать конкретные вопросы, которые прямо сейчас во время прямого эфира поступают. А я посмотрела, что у нас публиковали в паблике ЦУРа. И о дорогах действительно очень много. Я себе скопировала один вопрос, который был относительно недавно. Дорога Омск-Новосибирск. Может пора сделать дорогу, чтобы так не допускали опрокидывания на двухколесной технике и на четырехколесной. По старой московской дороге до сих пор не проехать. Ездили к бабушке на каникулы. Это ужас. Съехали с трассы, напугались. Спасибо водителю, что довез нас. Проводили ли в этом году ремонтные работы на этой дороге? Омск-Новосибирск. Омск-Новосибирск. Это федеральная автомобильная дорога Р-254 и РТШ. Она на сегодняшний момент приведена в нормативное состояние. И на ней проводятся только плановые работы по ремонту. Еще раз напомню, она полностью в нормативном состоянии. В асфальтобетонном исполнении, цементобетонном исполнении. В этом году порядка 20 километров было планового ремонта выполнено. Также в 2015-2020 годах в течение 5 лет были проведены работы по реконструкции участков в Кочаневском районе с переводом дороги из двухполосных, четырехполосных исполнений. И работа будет продолжаться. А вот было очень много даже не вопросов, а прям конкретных жалоб относительно проезда по дороге Ордынской кочки. Это получается трасса у нас Новосибирской кочки Павлодар, наверное, вот этот участок. Я знаю, что там ремонт проводился. Достаточно ли того, что уже сделано, или, ну, я не знаю, может, в следующем году еще продолжат? Ну, объем работ был сделан действительно достаточно очень большой. Порядка 80 километров дороги было отремонтировано. Ощутимо, могу сказать лично, да. К сожалению, действительно, в предыдущие годы работы в районах области, в Ордынском, в Качковском, в Краснозерском, в Краснодарском районах выполнялись больше на дорогах, которые подходят к селам, дорогах в чебеночном исполнении, где-то на грунтовых дорогах, работали с целью обеспечения именно проезда. Ну, старая асфальтобетонная дорога все-таки не выдержала той нагрузки, которую она и на себя несет. Какой-то выход на Казахстан, международный транспортный коридор. Поэтому в этом году объем работы достаточно большой. Мы будем продолжать выполнять работу. Мы не всю ее отремонтировали. Больше 400 километров этой дороги в Новосибирской области. И эта дорога одна из тех дорог, которые вошли в опорную сеть. Дорога, она сформирована в этом году, защищена Федеральным дорожным агентством, Митрансе, Высшей школой экономики. И приоритет сейчас одно из. Новые у нас есть ключевые показатели. Они постоянно нам добавляются. Мы позже другие проговорим. Но это опорную сеть нам надо к 2027 году довести до нормативного состояния в 85%. А вот Татарск-Купино-Красок, по-моему, тоже важно. Это тоже дорога, входящая в опорную сеть. Это дорога, которая соединяет Алтайский край, Новосибирскую область и Омскую область. Поэтому что на дороге Новосибирской очки Павлода, что на Р-254 Купино-Красок, работа будет выполняться каждый год. Причем, если мы на Новосибирской очки Павлода в основном будем выполнять работы по ремонту дороги, ремонту сфорто-бетонного покрытия, то на дороге Купино-Красок большей частью участки в щебеночном исполнении есть немного асфальта. Но есть и грунтовые даже участки. Поэтому у нас там планируется работа как по ремонту, так и по реконструкции. Появится асфорт. И задача все-таки эту дорогу перевести в асфальт-бетонное исполнение. У нас в настоящий момент единственный районный центр Читозерно, который не имеет асфальт-бетонной связи с городом Новосибирском. Поэтому задачу эту связь обеспечить. Мне подсказывают, что есть уже много вопросов, которые как раз-таки в паблик ЦУРу поступило. Ольга, давайте начнем, наверное, уже читать. Давайте, давайте. Коллеги, смотрите, один вопрос как раз был по дороге в Чистозерном районе. Антон Викторович как раз сейчас озвучил, что эта дорога в плане тоже есть, в плане ремонтов. Наверное, этот вопрос тогда пропущу. Человек уже ответит. Ответ получили уже, да? Да, да. И вот тогда, наверное, тоже про Карасук. Здесь не про дорогу, вернее, про мост в Карасуке. Пусть отремонтируют. Год уже не могут сделать. Как говорится, не ломать, а строить. В общем, просят сообщить какие-то свежие новости по ремонту моста в Карасуке. Да, проблемные пути провод через железную дорогу, большая на нем интенсивность движения. Там было сразу несколько проблем, сконцентрировались. Это и выявлены скрытые дефекты, из-за которых пришлось корректировать проект. Появились дополнительные работы по ремонту опор. Были вопросы по предоставлению так называемых окон железной дороги. Ну и были проблемы с подрядной организацией. На сегодняшний момент они все решены. То есть проект нестины изменения. Подрядчик заменен. С железной дорогой все договоренности получены. На сегодняшний момент балки все смонтированы. И мы планируем, что до 1 июля 2023 года мы объект постараемся вести эксплуатацию. Откроем движение по всем полосам движения. Ну, практически полгода осталось, да? Так что, ну, это отлично. Хорошо, Ольга, спасибо большое. Мы скоро к вам еще вернемся. Кстати, что касается мостов, в этом году сразу несколько, они у нас называются искусственные сооружения, да? Если вашими терминами изъясняться, несколько было запланировано. Я, насколько знаю, впервые даже финансирование было предусмотрено по нацпроекту безопасные и качественные дороги. По-моему, четыре моста уже отремонтировали, в том числе через реку Издревая. Это правильно я понимаю, если на Ленинск-Кузнецкую трассу выезжать, это в том направлении? Да, совершенно верно. А теперь, что это дало? Трафик изменился? Теперь едет много машин быстро? И что вообще, насколько, как сказать, изменилось качество движения на этом участке? Давайте первое, я как раз вот то, что вот 5 минут буквально назад озвучил, это очередное изменение в национальном проекте. То есть появилась новая строчка, это мосты и путепроводы. То есть нового показателя не было. Это нововведение именно 2022 года, и мы в течение следующих трех лет будем ремонтировать искусственные сооружения. Очень много на разных площадках это обсуждалось. Регионы были услышаны о том, что необходимо не только ремонтировать дороги, потому что выделяется финансирование и даются показатели. И войти в эти рамки финансирования и во время ремонта дороги еще отремонтить искусственные сооружения, которые финансово на себя достаточно много отнимают средств. Мосты оставались по остаточному принципу. Искусственные сооружения у нас только на региональных дорогах больше, 260. И назначение работ на искусственных сооружениях определяет зависимость от его состояния. Допустим, территориально правильный дорог дважды в год проводится обследование мостов. И когда мост в аварийном или предаварийном, или не в удовлетворительном состоянии, тогда назначается работа либо по ремонту, либо по капитальному ремонту искусственному сооружению. На мосту через реку Изревая были проблемы во время выполнения работы, проблемы для движения транспорта, потому что приходилось работать под движением, сужать до половины проезжей части. Это, конечно, при таком большом трафике вызывало затруднение движения. Но еще раз приносим извинения перед автолюбителями. Сейчас мост отремонтирован, введен в эксплуатацию. Там было две полосы, две полосы осталось. Мост просто из аварийного состояния стал отличным. И прослужит еще очень-очень долгое время. Это Регион Лайв, прямой эфир. Пишите вопросы о ремонте и строительстве областных дорог на номер WhatsApp, в комментариях к трансляции или в паблике Центра управления регионом. Коллеги из ЦУРа с нами на связи. Если смотрите программу не сначала, увидеть ее можно в ВКонтакте, в Одноклассниках или на YouTube-канале ОТС. В WhatsApp вопросы поступают. Один из них я прочитаю. Добрый вечер. Когда сделают дорогу в поселке Чик? С Чика до Шагаловской станции. Меня зовут Ездаков Михаил, житель Чика, наверное. Что-то можно об этом сказать? Поселок Чик. При выборе объектов, которые мы ремонтируем, либо областные дороги, либо местные дороги, мы проводим такую своеобразную защиту района с выездом в район. В этом году мы, к сожалению, маленько не успели. Два района мы не проехали. И пришлось защиту проводить уже просто в кабинете. Это Татарский и Устарский районы. Остальные районы мы все проехали. Мы выезжаем вместе с главой района, вместе с территориальным управлением дорог, и вместе с депутатами законодательного собрания. И вместе принимаем решение о том, какую дорогу ремонтировать в первую очередь. Там, где, как я уже говорил, идет наибольшее тессинское движение, там, где у нас есть угроза перерыва движения, где движение пассажирского транспорта, где движение школьных автобусов – одно из приоритетных направлений. И по Качаневскому району на память выбрали направление на Поваренка и на Целинное. Но также мы всегда делаем планы не на один год, мы делаем планы примерно на пять лет, чтобы была возможность заранее разработать проектный метод документации и своевременно провести торги. Потому что это на Новокремлевку, на Новомихайловку, то есть по всем направлениям сейчас либо выполняется работа, либо разрабатывается проектный метод документации. Соответственно, после завершения работы там будем смотреть все остальные дороги тоже. Поняла. О Ольге тоже мне снова говорят, что несколько вопросов. Ольга, давайте еще постараемся сегодня как можно больше их озвучить. Ольга. Да, есть вопросы, они все достаточно адресные, о конкретных дорогах. Вот, например, Вероника Королева спрашивает. Добрый день. Участок федеральной трассы Р-256 от Черепановского района до города Барнаула практически весь расширен до четырех полос. Дорогу подняли и, кроме того, дорожники Алтайского края практически на всем участке установили разделительную ограду по центру трассы для разграничения потоков движения. Планирует ли наша дорожная служба аналогичные работы в сторону города Новосибирска? Установка разделителя, расширение количества полос, а также поднятие дороги. Речь сейчас о всем участке дороги. Да, в планах, напомню, это дорога федерального значения, федеральное управление дорог Сибирь, федеральное дорожное агентство. Сейчас ФУАДом разрабатывается проект на смертную документацию на капитальный ремонт нескольких участков. Идут от Искитима в сторону Алтайского края. С момента начала реализации строительно-монтажных работ по капитальному ремонту будут проектировать все остальное. То есть задача, которую поставил перед собой ФУАД Сибири, это выполнить капитальный ремонт трассы Р-256 Чужский трак, сделать ее от Искитима до границ с Алтайским краем все в четырех полосам исполнения. Такие планы есть, они со следующего года уже практически начнут реализовываться. Так, ВКонтакте, в комментариях написали, Ольга Юрьевич давно не писала нам. Проект дороги село Венгерово, улица Комсомольская, принят в 2021 году. В этом году на торги выставлено 20% от стоимости проекта. Никто не рискнул взять подряд на такую стоимость. Итог. Мы без дороги. Как быть? В 2021 году был проект, и почему-то, еще раз прочитаю, на торги выставили 20% от стоимости проекта. В Венгерово, то есть дорога, в самом Венгер, дороги муниципального значения. Смотрите, у нас сегодня было два больших заседания, которые проводил Владимир Михайлович Знатков и Андрей Иванович Шенкиев. До обеда было с депутатами сельскими, и после обеда с депутатами города Новосибирска, депутатами законодательного собрания, где рассматривали наказы, выполнение наказов избирателей. И, еще раз, опять, при определении приоритетности объектов, наказы тоже на муниципалитет. То есть, о чем просят жители Новосибирской области, города Новосибирска, что для них наиболее приоритетно, что для них важно. И при составлении данных планов, определение первоочередности муниципалитета, начинает разрабатывать проектно-смертную документацию. Не готовы прямо ответить на конкретный вопрос, почему 20% от проекта. Я не знаю, честно говоря, но могу предположить, что проект, допустим... Простите, Ольга пишет, проехать в межсезонье на улице можно только на внедорожниках. Куда можно обратиться за помощью? Куда им обращаться? В местную администрацию? Допустим, в районную субсидии получают, в областных субсидии там 30 миллионов рублей, а дорога стоит, допустим, 50 миллионов рублей, поэтому разбивают на пусковые комплексы и торгуют частями. В то же время, могу сказать, что мы с районами, вот сегодня тоже это обсуждали, подписываем соглашение на три года. И это позволяет районам торговать все три года, и мы призываем их о том, чтобы работу выполнять заранее, с опережением. И в этом году те районы, которые сделали объемы 23-го года, в этом году, и к нам заявились, мы им заплатили эти деньги, мы компенсировали эту стоимость, соответственно, лимит 23-го года, вы не высвободитесь на следующие объекты. И вот так мы, депутаты, поддержали наше решение, на сентябрьской сессии мы добавили районам 230 миллионов рублей, что позволило сделать дополнительные дороги. И здесь то же самое призывают, если обращаясь через вас, еще раз, в голове Венгельского района, пусть не по 20% торгуют, берут трехлетний бюджет, торгуют все улицу, выполняют ее досрочное, и мы компенсируем. А вот Ольга в продолжении пишет, а в администрацию обращаться бесполезно. Ну, может быть, если сейчас вас все слышат. То не случится, тому дверь не открою, поэтому обязательно надо обращаться. Спасибо большое. По нацпроекту БКД в этом году около Сдвинска, я так понимаю, ближе к Сдвинску, 15 километров отремонтировали. Необходимость ремонта как-то вот срочно возникла, потому что якобы там интенсивность движения увеличилась. Почему она увеличилась? И если действительно там сейчас ездит, например, гораздо больше машин, насколько этого ремонта хватит? Интенсивность движения увеличивается у нас практически по всем дорогам. То есть увеличивается количество транспорта, возникают новые какие-то производства, расширяются и достаточно вот очень крепко в последнее время получил развитие, укрепили достаточно сельхозпредприятия, в том числе и в Сдвинском районе. Развитие сельского хозяйства идет, и поэтому, конечно, увеличивается интенсивность движения и увеличивается нагрузка. То есть дороги, построенные там в 40-е, 50-е, 60-е годы, рассчитаны были на 5-6 тонн на усть всего. И поэтому мы сейчас пытаемся вот эти дороги восстановить, отремонтировать. Там, где ремонтом не проходим, назначаем и тоже капитальный ремонт или реконструкцию. Про дорогу, которую вы говорите, Сдвинск-Барабинск, это дорога, тем более, соединяющая два районных центра, и у них между собой еще связанность по наличию военкоматов, больниц профильных, там, ЗАГСов, и так далее, полиции, ГИБДД, то есть произошло определенное укрепление. И, допустим, там Краснозерский район ездит в Доволинске, и Доволинск-Краснозерский, и Сдвинске ездит в Барабинске за такими службами. Поэтому дорога очень жизненно важна и необходима, и мы на этой дороге в следующий бюджетный трехлетний период ежегодно планируем объем средств на ее ремонт. Анатолий Викторович, вот еще один вопрос в WhatsApp отправлен. Я думаю, что речь не идет здесь, конечно, о нацпроекте «Безопасные качественные дороги», но он очень важный. Вы сказали, мы в первую очередь смотрим, например, если это школьный маршрут. Я так понимаю, сейчас как раз-таки об этом речь. В Барабинске, переулок Майский, возле школы номер 47 на проезжей части небезопасно проехать. Демонтировали искусственные неровности, а металлические крепления, штыри оставили, частично загнули, когда приведут в нормальное состояние. Ну, это такой небольшой случай, но очень важно, если это возле школы. Может быть, просто тогда вы это в работу возьмете, наверное, да? Да, ну, конечно, мы в любом случае на те вопросы, которые я даже сегодня не смогу отвечать, я их, с вашего позволения, заберу с собой, будем работать. То есть вопрос дороги местного значения, ответственность в данном случае муниципалитета, в любом случае собственной дороге, обязан обеспечить безопасность дорожного движения. Поэтому, конечно, никаких штырей на дороге не должно быть. И здесь, если администрация сельского совета или там горскопсед не слышит, ну, и обращайтесь в ГИБДД за безопасностью, и там уже пойдет в работу кодексатива правонарушения и штрафа. Спасибо. И, кстати, я думаю, что на площадку ЦУРа тоже можно об этом написать, потому что... Конечно. Да, таким образом все гораздо быстрее происходит. Ольга, давайте еще прочитаем. Наверняка у вас есть вопросы. Ольга, слышно меня? Да, слышно. Обязательно пишите. Мы передаем такие сообщения непосредственно муниципалитет, даем им шанс, так скажем, обойтись без штрафов в свой адрес. Так, есть вопрос у нас от, например, Натальи Сидоровой. Она спрашивает, почему нет заасфальтированных... В принципе, почему только не асфальтируют участки проезжей дороги в поселках Заковряжино, Шигаево, Каменка. Многие едут до города Новосибирска через деревни, пыль от грунтовой дороги стоит страшная, людям нечем дышать, ни белье просушить, ни детям поиграть. Вдоль дороги не пройти. Как я поняла из сути, проезжают через эти населенные пункты, а там у нас неасфальтированное покрытие. И, соответственно, людям дышать нечем внутри вот этих самых трех поселков. То есть едут в Новосибирск через вот эту деревню, а там пыль и очень сложно проехать, правильно? Да, Заковряжино, Шигаево, Каменка. Аж три населенных пункта перечислили. Что-то можно сказать, Анатолий Викторович? К сожалению, параметры бюджета не позволяют нам переводить дороги в асфальтобетонное исполнение, потому что это уже по классификации равняется реконструкции. Как только мы начинаем делать проект реконструкции, соответственно, здесь сразу экспортиза требует у нас и систему водоотвода, и татуары, освещение и так далее. Стоимость километра становится безумно большой. И, соответственно, мы можем там с нашим бюджетом только там один, два, три километра таких реконструкций себе позволить выполнять. Поэтому, как вначале уже нашего прямого эфира говорил, что в основном перелетация пошла на ремонт дорог, чтобы сохранить те дороги, которые вот у нас на сегодняшнем моменте есть. Пример того, что вот Ордынское направление, К-17, которое буквально недодюжило и рухнуло в один год, и нам пришлось концентрировать силы и средства туда. Но здесь надо обращение на администрацию о том, что пока до асфальта не дожили, проводить работы по обеспыливанию, проливать водой дороги, соответственно, гридировать их, и хотя бы таким образом на сегодняшний момент облегчать жизнь граждан. А вот сейчас, на мой взгляд, больше стали обращать внимание и ремонтируют, ну как это назвать, ну подъезд к населенному пункту, причем это может быть совсем маленькое село, или там даже деревня. Вот я посмотрела, в этом году отремонтировали, к Сдвинску мы уже сказали, село Красная Сибирь, у этого я знаю, там даже красивые фонари поставили, такие, чего вообще никогда не было, к ЖД вокзалу в Убинском, к Чулыму, а это, получается, тоже деньги муниципалитетов, или вот эти участки дорог, подъезд к населенному пункту, кто должен этим заниматься? У нас больше полутора тысяч населенных пунктов в Новосибирской области, вообще какова ситуация в этом плане? В основном это дороги все-таки регионального значения, в основном, но есть дороги местного значения, то есть подъезды к районным центрам или к большим населенным, крупным населенным пунктам, по которым идет движение пассажирского транспорта, это дороги, как правило, регионального значения. Здесь мы пытаемся синхронизировать работу как по линии Туада, так и по линии муниципалитета, чтобы Туад дошел до населенного пункта, муниципалитет уже термонтировал дорогу в населенном пункте. Эта работа продолжается. В этом году сделали подъезд к Аргату. Следующие трехлетки, это порядка 10 таких подъездов, будут ремонтироваться. А многие жители жалуются на состояние внутрирайонных дорог, которые находятся в ведении Туада. Чтобы их начали ремонтировать, нужна какая-то инициатива. И кто-то эту инициативу проявляет. Я посмотрела в списке довольно много дорог, которые были участками, но отремонтированы. А получается, если нет инициативы, то и все останавливается? Нет, не совсем так. Инициатива, конечно, тоже приветствуется. Инициатива, как правило, это один из примеров. Инициатива выливается в наказы избирателей, которые ведутся депутатам за собрание. И они оформляются в виде закона Новосибирской области. Второе, это экспертная оценка специалистов в состоянии дороги. Третье, как я уже говорил, это наличие пассажирского транспорта, наличие школьного маршрута и так далее. Когда вот эти сопутствующие факторы, ну вот я приводил Кочаневский, допустим, район на дорогу на Поваренку, там школьные есть маршруты, есть и пассажирские, и транспорт, и большое тессинное движение. И в то же время там несколько населенных пунктов с крупными сельхозпредприятиями, которым также надо ввозить свою продукцию. То есть всегда в комплексе смотрится и расставляется приоритетность. Поэтому не обязательно, что если человек, инициатива не проявил дорогу, не будет ремонтироваться. Это не по нацелению. Спасибо большое. Мы работаем в прямом эфире. Спасибо, что в прямой эфир. Денис нам написал. У меня просьба. Я могу только лишь на камеру обратиться к режиссерам. Проверьте, пожалуйста, титр. У нас неверный титр выдается в эфире. Да, спасибо большое. Так, сейчас еще множество сегодня вопросов. Например, здравствуйте. Когда планируется расширение северного объезда? В планах есть. Точные даты не скажу, потому что тоже федеральная дорога. Но в планах сейчас проработка земельными участками. Я знаю, что Фуат Сибирь сделал заявку в Росатадор, в Москву, на разработку проектной смертной документации. Потом после Чуйский тракт и Северный обход – это одни из паралитетов. А потом это уже будет направление на Кемерово. А вот можно еще тоже коротко. Когда Наталья Жданова задает вопрос, когда Восточный обход дойдет до Искитимского района и когда проект будет завершен? На сегодняшний момент мы, благодаря работе Андрея Александровича Трамникова, встречу с первым в Москве, а потом летом приезд сюда руководителя Федерального дружного агентства Романа Витальевича Новикова, было принято решение выделения дополнительных средств, чтобы торговать и ввести в 2024 году 20-километровый участок, и дальше в ФАИПе, Федеральной адресной инвестиционной программе, уже предусмотрены средства на следующий, третий пусковой комплекс, на корректировку поезда. Я думаю, что когда на третий пусковой, третий этап начнется строиться в это время, и начнутся тогда работы по проектированию, чтобы с третьего этапа уже выйти непосредственно на Чуйский тракт. Выход ожидается южнее города Искитима. Хорошо, давайте включимся к коллегам из ЦУРа. Ольга, давайте еще вопрос прочитаем. Вопрос один или два. Смотрите, есть очень много вопросов по городу Новосибирску, Антон Викторович. Мне сложно сейчас сориентироваться, какого уровня эта дорога, муниципального либо регионального. Наверное, я предлагаю большинство таких сообщений передать уже в рабочем порядке вам, в работу, и там распределить уже полномочия, ответственность. Вот хочу только два вопроса задать от Никиты Зазнобина. Когда отремонтируют дороги, если я правильно сейчас прочитаю, С-100 и С-200 и тротуары вдоль них в Краснообске? То есть это полномочия, наверное, уже тоже Новосибирского района, либо это ваши? Да, полномочия Новосибирского района, да, то есть не смогу сейчас оперативно ответить. Ну, то, что касается, смотрите, давайте по городу Новосибирску, мы выделяем ежегодно субсидии областного бюджета, направляем средства федерального бюджета для реализации национальных проектов, ну, чтобы предстоит, может быть, там следующие все вопросы. Вот сегодня тоже депутатам докладывал. Вот через Минтранс всего на мэрию города Новосибирска в 2021 году было направлено, с учетом дорог и транспорта, 6 миллиардов рублей. В 2021 году, в 2022 году это 7 миллиардов, в 2023 году проект бюджета сейчас пока на 8,5 миллиардов рублей. Но еще мы готовим поправки, что эта цифра, возможно, еще увеличится порядка на, еще, возможно, на миллиард рублей. То есть объем работ по ремонту не будет снижаться, он сохранится в том же объеме, он гораздо, он почти в два раза больше, чем в 2021 году. И, помимо этого, продолжится программа по нацпроекту безопасной и качественной дороги. Ну, и плюс еще появятся инфраструктурные объекты по разным улицам, к строящимся новым жиломассивам. Поэтому сумма средств в городе выделяемая. Дальше мы сейчас ждем от Новосибирска предложения по перераспределению данных объектов. У нас пока в соглашении с городом 2023 год по объектовке нет. Мы сейчас ждем от них предложения и будем вместе их рассматривать, обсуждать, в том числе, имея свое мнение на экспертноценку, в том числе, рассматривая достижения показателей национального проекта. И, в том числе, будем смотреть и реализацию наказов избирателей по городу Новосибирск. Ольга, давайте, может быть, еще вопрос прочитаем. Да, давайте, наверное, все-таки еще уточню, потому что тут хочу сама, наверное, даже для себя разобраться. Спрашивает Елена Рухлядева. Здравствуйте. Когда планируется пересмотреть или найти новые пути решения выезда и въезда из Матвеевки и Нижней Ильцовки? Мне даже хочется, наверное, здесь еще от себя немножко добавить. В целом, вот коллеги, например, что-то планируют, города Новосибирска, любого муниципалитета. Вы же как экспертно просматриваете эти проекты? Вот здесь, например, строится огромный микрорайон или что-то новое, а проезд, выезд из района. Здесь просто таких вопросов по Плющихинскому жиломассиву и еще по ряду объектов очень много. Когда при строительстве крупных каких-то жиломассивов не учитывается возможности потом транспортной развязки? Ну, по выезду жиломассива, как раз то, что я говорил по инфраструктурным проектам, у нас по Клюквину будет в работе, по Чистой Слободе будет в работе строительства подъездов с привлечением средств, в числе и федерального бюджета. То, что касается развязок, который вы назвали, то нами было выделено средство на проектирование дорог. Это развязка на Адаевского, которую вы сейчас называли, это развязка, заезд на Октябрьский мост, это дорога на планируемую станцию университет, и дорога от улицы Димакова-Кутаталадзе с выходом на дорогу Новосибирска-Кольцова. Мы ждем от города Новосибирска данную проектно-смертную документацию. Эти объекты у нас, которые я сейчас назвал, попали в перечень объектов, реализуемых для Новосибирского научного центра «Академгородок-2.0». Они попали в дорожную карту, подписанную вице-премьером Марат Шкезеновичем Хуснулиным. И как только мы получим ПСД, будем заявляться на федеральное финансирование данных объектов. По последней информации от города Новосибирска, что разработка данных проектов в ближайшее время должна быть закончена, и они должны заходить в экспертизу. Ждем на совместное с ними рассмотрение проектных решений. Спасибо, Ольга. Спасибо. К вам скоро еще вернемся. У меня просьба к нашим телезрителям. Если задаете вопросы, пожалуйста, оставляйте свой номер телефона, потому что не все вопросы сегодня успеем озвучить в эфире, и мы передадим их в работу, чтобы был адрес, куда можно будет получить ответ. Анатолий Викторович, я же могу передать вашим специалистам? Да, конечно. Все вопросы, которые поступят сегодня, если там будет контакт, обратной связи, я или мои сотрудники, мы обязательно рассмотрим, обзвоним и предоставим ответ. Один вопрос. Я прочитаю. Добрый вечер. Больной участок города Аби от Толмачевского кольца, путепровод до поворота на улицу строительной, пробки днем и ночью. Полотно когда приведут в нормативное состояние? То есть участок города Аби от Толмачевского кольца, путепровод до поворота на строительную. Я понимаю, о чем идет речь. Мы ждем от города Аби разработанную проектно-ресметную документацию, прошедшую экспертизу. Данная дорога у нас должна быть капитально отремонтирована как раз по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Отлично. Вот еще вопрос. Здравствуйте. Когда будет дорога до Бибихи? Седовой заимки? Дорога есть, только она в грунтовом исполнении. В ближайшее время перевод данной дороги в щебеночное или асфальтобетонное исполнение не планируется. Здравствуйте. Интересует ремонт дороги в деревню Издревую. Ремонт планируется вообще? Засыпают крупные фракции и все. Ездим по обочинам. Деревня Издревая. Не смогу, наверное, сейчас оперативно ответить. Еще раз рассказывал, как определяются приоритеты, где мы проводим ремонт по поводу подцепки щебня. Там, где существует задруднение проезда или влаза пучины, стараемся в рамках содержания подцепку щебня либо выемку пучинистого грунта, асфера, обеспечение проезда. Антон Викторович, на сайте Министерства смотрела ваши специалисты, сообщают, это буквально вторая декада ноября. Участок трассы Новосибирск-Колывань-Томск. Там появилось новое покрытие и все сделано. И бордерный камень, там площадки для остановок, по-моему, обустроены, тротуары отремонтированы. И написано, завершаются работы по отсыпке обочин. Ну, вторая декада ноября, в общем-то, снег уже, по-моему, был. Ну, если не снег, то я сейчас не помню. Ну, дождь, ну, в общем, погода какая-то не очень такая уже, на мой взгляд, располагающая к ремонту. Или я ошибаюсь. Если, например, идет снег и ведут отсыпку обочин, это нормально? На качестве потом не скажется? Обочина там готова, успели сделать ее до снега. То есть и асфальтобетон сделали еще в теплое время суток. К сожалению, здесь подрядчик у нас маленько отстает с обстановкой. То есть на сегодняшний момент на данном участке порядка 120 знаков осталось поставить. То есть знаки сейчас погода не мешает. Я думаю, что в течение недели подрядчика поставят знаки. Мы проведем приемочную комиссию и введем объект в эксплуатацию. А вообще по нацпроекту безопасные и качественные дороги в этом году сколько объектов уже ввели в эксплуатацию? У нас всего 130 объектов. 120 из них вводные. На сегодняшний момент у нас... Вводные в этом году должны ввести? Должны ввести в этом году. Введено на сегодняшний момент 100 объектов, 101 объекта. Еще 19. Покрытие у нас закончено везде. Идет как раз доведение до параметров. Не везде прошли проверку по качеству нескольких участков щебеночных дорог по уклонам. Потом сейчас подрядчик приведет в порядок уклоны. Это погодные условия здесь не мешают. И обстановка, то есть это дорожные знаки. Ну и самое главное, некоторые объекты, которые готовы, стоят уже. Все сделано, но подрядчик до сих пор оформляет исполнительную документацию. И бесплатная документация, соответственно, мы не можем везде эксплуатации. Такие тоже, к сожалению... То есть по факту сделано, да? По факту сделано, но объект не введен, потому что нет документации, представленной подрядчиками. Я думаю, что мы буквально за последние, за следующие две недели введем все объекты, оставшиеся, наверное, кроме двух. Два объекта выйдут где-то, я думаю, на 20 декабря. Это два искусственных сооружения. Один на региональной сети дорог в Кочуньевском районе. И путепровод на Октябрьской магистрали. Я думаю, тоже многие жители города Новосибирска по нему жалуются. Но вот работы, к сожалению, ведутся с отставанием. Сегодня буквально проведу совещание, обещают объекты до конца года ввести. Но до конца года, понимаем, что 20 декабря это уже крайний срок. Наш губернатор распорядился ужесточить контроль как раз-таки дорожно-строительных работ. Ужесточили ли? Каковы результаты? Да, контроль действительно ужесточен. Увеличено количество проверок. То есть проверки сейчас по качеству начинаются буквально с весны. Это проверка сфальтобетонных заводов. Готовность – это входной контроль качества дорожно-строительных материалов. Это увеличенные проверки специалистов и лабораторий на объекты в ходе производства работ. И вот результат этого контроля – это буквально несколько километров переделанного за свой счет подрядчиками асфальтобетонного покрытия. И, к сожалению, есть объекты, которые не будут введены в эксплуатацию, так как подрядчик не смог подтвердить качество выполняемых работ. Это, кстати, один из объектов. Это на дороге Новосибирск-Кочки-Павлодар. Для водителя это не видно. Соответственно, 151-158 километров подрядчик не подтвердил качество всего участка сфальтобетонного покрытия. Поэтому мы только часть участка введем в эксплуатацию, а остальное не будем. И, соответственно, сейчас уже инициирована процедура расторжения контракта и, соответственно, обращение заказчика федеральной этим монопольной службы о внесении данного подрядчика в рейсер недобросовестных поставщиков. О как! То есть, ну и в следующем году что-то будет доделано или переделано? Соответственно, да, в следующем году мы будем доторговывать остатки работ, доводить объект до логического завершения с надлежащим качеством. И должны быть введены в эксплуатацию. Ну а данные подрядчика, которые будут внесены в реестр, два года не смогут участвовать в торгах. Понятно. Вот еще вопрос. Добрый день. А есть ли пример на наших дорогах в Новосибирске области, где применяется цифровой контроль в режиме реального времени и строительства, и как это сказалось на качестве дороги? Цифровой контроль не очень понимаю. О чем, может быть, вы понимаете? Не совсем понимаю, что значит в режиме реального времени. Если это 24 на 7, то, наверное, такого нет. А лаборатории, которые выезжают на обследование или на контроль качества работы, то все приборы сегодня у заказчика, если мы говорим про территориальную правильную дорогу или про федеральную правильную дорогу, они полностью оборудованы всем необходимым современнейшим оборудованием, многие из которых уже, так скажем, основаны на цифровых информационных технологиях. И сейчас мы идем в том, что БИМ или ТИМ-технологии, чтобы уже проект в электронном виде загружался, допустим, в асфальтовокладчик со всеми параметрами. Соответственно, лаборатория приезжала, брала оттуда, и все это уже практически без человеческого участия производится анализ испытаний. Таких приборов достаточно много. Время в эфире заканчивается. Ольга, давайте еще постараемся озвучить один, может быть, успеем два вопроса. Да, наверное, озвучу один, вернее, даже обозначу. Анатолий Викторович, у нас флешмоб случился, достаточно много сообщений пришло из одного населенного пункта. Говорит о том, что жители прямо уже просят, кричат о помощи, а именно о Каинской заимке. Прям даже попросили ведущего программы, Людмила Нас с вами, сформулировать правильно вопрос о проблемах в поселке Каинская заимка к Анатолию Викторовичу. И у них, вот они надеются, что через нас у них будет шанс получить ответ. Суть вопроса. Добрый день. Когда планируется ремонт дороги, организация пешеходных дорожек и освещение от улицы Арбузова до поселка Каинская заимка? Просто обочин нормальных нет. Люди ходят прямо по проезжей части летом, осенью и зимой. И до кучи здесь говорят о сложностях с рейсовыми автобусами, маршрутками. И связано это обязательно с дорогами, потому что если ходят плохо рейсовые автобусы, жители вынуждены пешком ходить домой, как раз по тем дорогам, где нет ни обочин, ни тротуаров. Поэтому проблема такая комплексная, достаточно острая. Порядка 15-20 сообщений было, даже не прочитала, просто устала листать. Именно по вот этому участку дороги. Да, у меня тоже в WhatsApp несколько сообщений пришло. И вот только вы озвучили. Что-то можно сказать? Мы подготовим дополнительную информацию по Каинской заимке и посмотрим, какие вопросы там есть по пассажирскому транспорту. Спасибо. Да, я прошу операторов эфира дать нам еще несколько минут, потому что вопросов огромное количество. Ольга, мне подсказывают и у вас. И у меня есть вопрос про центральный мост. Давайте я озвучу, когда, вот пишут, когда введут центральный мост и снимут ограничения на площади труда энергетиков и развязка на Южной площади. Четвертый мост, да. Изначально, по-моему, когда-то планировали в 23-м, в 22-м году ввести, наверное, да? Могу ошибаться. Изначально, да, был год 22-го года, но потом у нас в связи с поздним предоставлением категорного гранта и в связи с, опять же, поздним предоставлением, основной был вопрос земельных участков. То есть нам понадобилось время для высвобождения этих земель участков, чтобы дать строителям фронт работы. Поэтому практически нагло был перенесен. Поэтому в действующей редакции консенсионного соглашения у нас ввод 4-го моста предполагается в конце 2023 года. Схема организации дорожного движения, она постоянно меняется в связи с изменением конфигурации строеплощадки, с разведением опору сквозь сооружения. Мы просим прощения, извинения у пользы дорог, у автомобилистов в связи с вынужденным ограничением. На почту труда и почту энергетики всегда, в принципе, в пробках стояли. Мы как раз вот и проводим эти работы для того, чтобы после ввода искусственного сооружения, после ввода вот этих сложных многоуровневых развязок на почту энергетиков, у нас вот эти заторные ситуации все исчезли. Спасибо. Ну и добавлю, что на особом контроле организации дорожного движения мы периодически выезжаем с мэрии города Новосибирска и ГИБДД на левый и на правый берег, проводим обследование, смотрим, проверяем, если все соответствует тем схемам, которые есть, и если необходимо что-то корректировать. Иногда мы такие корректировки вносили и меняли схему движения с целью увеличения пропускной способности. Вот вопрос касательно одной из дорог в самом Новосибирске. Не знаю, насколько по адресу, но видите, люди не разграничивают дороги на региональные, федеральные или муниципальные. Вопрос. Когда будет выполнен ремонт улицы 25 лет октября? Не смогу ответить на вопрос. Пока вот в планах следующего года нет, а потом дальше будем смотреть в Новосибирском. На улице, я эту знаю, она нас, получается, соединяет авиастроители и Багдашку, получается, как корда. Большой трафик и движение по ней, поэтому она, в принципе, подходит по всем показателям для того, чтобы ее сделать. Да, она двухполосная, узкая, на спорту БКД. Переговорим с мэрией, если в планах. Главное, чтобы сделали документацию. Скажем, время у нас еще есть. Вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, когда будет отремонтирована трасса Новосибирск-Колывань-Томск, а именно участок от деревни Малая Черемшанка до села Кондаурово. А вообще там трасса вся в ужасном состоянии. Мы проводим плановые ремонты по этой дороге. В первую очередь отремонтировали участки дорог, где наибольшая интенсивность движения. Это от Новосибирска до Колывания. Сейчас закончим там ремонт, будем продолжать дальше в сторону Томска двигаться с ремонтом этой дороги. Так, отлично. Еще в комментариях вопрос. Условия работы дорожника сложные. Жар от раскаленного асфальта, солнцепек, работа на трассе, в походных условиях и так далее. А в чем тогда плюсы? Какая, например, зарплата у тех, кто прокладывает дороги? Каждое предприятие самостоятельно устанавливает зарплаты. У нас именно из подрядных организаций на дорогах области, за исключением, наверное, города Новосибирска, нет ни одной государственной организации. Они все в частной форме собственности и самостоятельно устанавливают уровень зарплаты. Но каждый сам выбирает свою профессию. Я больше 20 лет в дорогах выбрал такую профессию. Работал и дорожным, рабочим, и дорожным мастером. И назовите хоть одну профессию, хоть и телеведущую, сказать, что она какая-то простая. И человек получает миллион рублей в неделю и работает с 10 до 16, 3 дня в неделю. Нет, я думаю, профессии легких. Каждая профессия, что телеведущая, что благоуважаемых операторов, которые нас снимают. А каждая профессия по-своему, я считаю, сложная. Но каждый сам выбирает. И поэтому я не встречал, наверное, за свою жизнь людей, по крайней мере своих коллег, которые бы пожаловались на то, что не выбрали. Ну, сами выбрали, не хотите работать, ну, уходят, меняют в другое направление. Я учился в институте, у меня из выпуска там 20 человек в дорогах работают, от силы человека, наверное, 4 другие решили пойти другим путем. Это их выбор. Каждый свой выбор сам выбирает. Антолий Викторович, я посмотрела, такая, как сказать, статистика уже сложилась. Подвели такие предварительные итоги действия нацпроекта, как мы его называем коротко, БКД, безопасные и качественные дороги за 5 лет. Более 960 километров дорог, порядка 100 новых светофоров, свыше 10,5 тысяч дорожных знаков установлено, 20 километров дорожного освещения. Да, это итоги реализации первой пятилетки нацпроекта безопасные и качественные дороги на территории нашего региона. Что касается следующего года, каковы наиболее, как сказать, ну, знаковые, самые крупные, что ли, объекты, которые вы берете в работу? Где станет лучше, безопаснее передвигаться? Ну, как я говорил уже, одним из приоритетов – это опорная сеть дорог. Это около тысячи километров. Я назову эти дороги, они все известны, мы сегодня некоторые из них обсуждали. Это Ордынское направление, это Р-254 Купино-Карасук, дорога Толенинск-Кузнецкое направление, дорога на Камин-Наби и подъезд к Барабинску. Основные, наверное, такие трассы, а, ну и Новосибирск-Калавань-Томск, да, конечно. Новосибирск-Калавань-Томск. Новосибирск-Калавань-Томск, да. Где будут сосредоточены основные объемы работ, как по ремонту, так и по реконструкции. Мы продолжаем реконструкцию наших вылетных магистралей в Ордынском и Юленинск-Кузнецком направлении. Но могу сказать, что работы будут выполняться во всех районах области. То есть не будет такого района, где не было бы каких-то работ. То, что касается города Новосибирска, то в следующем году должны быть завершены работы на улице Ипподромской, тоже одной из таких ведущих магистралей. И будет ремонт улицы Танковой, как раз где заканчивается Ипподромская и до универмага Калининска, вот этот участок. Сухой Лог, да? Сухой Лог, да. Вот это как бы от таких, одни из основных улиц мира будут ремонтироваться вместе с трамвайными путями. Ну, достаточно много, сейчас говорю, окончательный перечень мы буквально в ближайшее время сформируем. Он обязательно будет у нас в открытом источнике. И всегда готовы слушать предложения благодаря и телеканалу ТЭС и благодаря ЦУРу, где всегда оперативно приходят все сообщения, которые мы стараемся оперативно отработать и ответить. Спасибо большое, Ольга. Вам спасибо. Может быть, еще какой-то один вопрос? Да, давайте. Он на самом деле простой в ответе, но, наверное, не такой простой в исполнении. Раз уж мы говорим о безопасных дорогах, а настает зима, и у нас, я предвкушаю, уже будет очень много вопросов, связанных с очисткой дорог. И вот как раз Николай Морозов уже спрашивает, а кто отвечает за тротуары, в частности, тут несколько районов города Новосибирска, улиц города Новосибирска перечислены, тротуары которых не очищены, не посыпаются и покрыты ледяной коркой. А вот буквально пару дней назад шла, еще и снегопада особого не было, а эта улица, наверное, геодезическая, а вместо тротуара сплошной буквально каток. Вот это я в продолжении. Кто отвечает за магистральные дороги в департамент транспорта, кроме того, что за пределами магистральных дорог, это администрация района города. Ну или в округах у нас, в округах, центральный округ и несколько районов. Все ответственные, прислушайтесь, пожалуйста. Не все ездят на машинах, кто-то ходит пешком, и хотелось бы, чтобы ходить было безопасно. Ольга, вам спасибо большое. А вы знаете, я еще хочу сказать, что ЦУРу, Центру управления регионом, исполнилось буквально несколько дней назад, два года. Оля, я хочу предложить тебе, давай сделаем, например, эфир, потому что ЦУР — это, я бы сказала, чудодейственная структура. И если написать в их паблике, очень быстро, действительно, очень многие вопросы решаются. Но не все об этом знают. Мы в эфире можем просто объяснить, куда писать, с чем можно обращаться. Ты не против, например, во вторник, 6 декабря? Со мной эфир в качестве спикера? Да. Ну давай, давай проведем. Ну получается, что я тогда проанонсировала, если время есть, 17 часов, также в прямом эфире 6 декабря. Здесь тогда у нас встречаемся. Анатолий Викторович, спасибо вам большое. Вопросов осталось еще очень много, как я уже сказала. Если есть координаты для обратной связи, то без ответа ваши вопросы не останутся. Специалистам все передадим, и ответ вы все получите. Спасибо большое всем безопасных дорог. Вконтакте, в Одноклассниках или в Ютубе можно еще раз посмотреть эфир. Это Регион Лайф. Сегодня говорили о ремонте и строительстве дорог. Чтобы не пропустить наши новости, подписывайтесь на телеграм-канал ОТС. А с вами была Людмила Чуевская. До свидания.